Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. Хочу с вами поделиться обзорчиком покупочек, которые я сделала в магазине любимом Фикс Прайс. Что можно купить в Фикс Прайсе и что пригодится нам сейчас, в данный момент, когда наступает период рассады. Очень много интересных покупочек сделала, о которых сегодня вам расскажу. Честно сказать, первое впечатление о том, как я сходила в магазин Фикс Прайс, такие и остались у меня. Стало все не очень дешево, цены очень сильно завышены на многие вещи. Некоторые вещи, соответственно, не очень качественные. И знаете, если честно сказать, в последнее время Фикс Прайс вообще не радует. Нету тех интересных вещей, как было раньше. Сейчас приходишь, все какое-то примитивное, неинтересное. Раньше было, конечно, много новинок интересных, сейчас вот прям вот сходил Фикс Прайс, большого удовольствия не получила. Но все-таки покупочки сделала, о которых сегодня я вам расскажу. Вот такая вот покупочка, набор лотков для хранения. Можно использовать как на кухне, как для косметики, лекарств и так далее. Давайте откроем, посмотрим. Лоточки не очень дешевенькие. Лоточки можно формировать так, как вам удобно. То есть вы можете их вот так вот сложить. Один вот такой большой лоток, маленькие лоточки. И, соответственно, есть вот такие еще дополнительные. То есть тут как удобно, вы можете их сложить в любой удобной форме. По качеству материал, конечно, хороший. Я обрела колготки. Кстати, второй раз уже беру колготки. Мне очень понравились по качеству. Да, это, конечно, Китай. Но все-таки Китай очень довольно приличного, как говорится, качества. Здесь хлопок, полиэстер и спандекс. Ну, если честно сказать, для тела очень даже неплохо. И в фикс-прессе они стоят 300 рублей. Кстати, в магазинах, где продают трикотаж, я точно такие же колготки присматривала. 450-500 рублей. Еще одна вещь хорошая для людей, кто любит рассаду. Я взяла специально показать людям. Хотя много есть вариантов, которые можно сделать. Но все-таки вот этот удобный вариант и довольно-таки такой интересный. Это жалюзи. Это у нас идет фольга. То есть вы можете повесить на окошко рядом с рассадой выставленной. И у вас будет отражаться солнышко. И рассада будет получать достаточно цвета. Плюс она как бы удерживает тепло. Вот такой вот интересный формат жалюзи. И его можно использовать летом, как бы отражая тепло. Есть инструкция, как использовать. Есть специальное крепление. Еще одна вещь, которая мне понравилась, и я ее специально купила. Это вот такие подкладочки для мебели, чтобы не царапать пол. Это и под стулья, и под столы, и под различные тумбочки. Можно выбрать подходящую себе деталь. Можно вот такие вот использовать. Вот эти используются для стекла. Это на стекло. А можно из вот такого формата вырезать то, что вам необходимо. Все самоклеющие. Вот такую вещь купила интересную. Многим советую обратить внимание. Различные форматы, стикеры и большого количества объемов. Пригодятся, во-первых, консервацию. Также определить, где у вас что хранится. Можно подклеить. Очень удобно для рассады использовать. Тоже подписать. И они недорогие, самоклеющие. Их можно даже использовать на принтере. Если вы хотите, допустим, рассаду расписать, да, вы можете расписать на принтере и пропечатать. Очень хорошая вещь. Советую обратить внимание. Ищите в отделе, где продаются канцелярские принадлежности. Вот такую штучку еще купила. Это мягкое зеркало. Очень удобное для декора в ванной комнате. Можно декорировать где-то в комнате. Кстати, мягкое зеркало можно использовать также в качестве дополнения света своей рассаде. Я тоже, кстати, подумала об этом и для этого купила. Думаю, ведь сейчас у нас будет рассада. Очень рассаде не хватает света. Можно сделать дополнительную как подсветку. Ну, немножко искажает, конечно. Но для рассады, я думаю, будет очень даже неплохо. У нас самоклеющиеся. И тут вот снимаем стикер. И легко клеится. В наборе 4 штуки 20 на 20 сантиметров. Ну, естественно, сейчас время рассады. Без этого никак. Фикс-прайс очень много завозит различных вещей для рассады. Но, если честно сказать, я в котором в фикс-прайсе была не очень-то большое разнообразие. Но все-таки там появились семена. Ясколка. Кстати, очень красивое растение. Оно у меня есть. В этом году я его пересаживала. Не знаю, как перезимует. Поэтому взяла на всякий случай еще семена. Цини. Руколу взяла. Базилик взяла. И укроп. Вы знаете, укроп обалденно пахнет. Если бы вот рядышком были бы, такой запах. Удивительный просто запах. Кстати, семена фикс-прайс не такие уж дорогие. И очень хорошего качества. Кокосовый брикет взяла. Сейчас наступает время рассады. Нужно дополнительно в грунт добавлять. Еще что я приобрела, это органайзер для хранения мелких вещей. Но, если честно сказать, я очень сильно расстроилась, купив его в фикс-прайсе. И слава богу, что я не взяла больше. На сайте маркетплейса купила набор из четырех штук за 400 рублей. Качественный, хороший набор. Намного дешевле выйдет. Различных форматов. Лучше бы я в фикс-прайсе не брала. Качество ужасное. Стоит 124 рубля. Посмотрите, какое качество. Во-первых, пошив очень некрасивый. И она вот прям вот как вот... Я не знаю, прям вся изгаляется. Хотя, с другой стороны, вот что я купила. Набор очень качественный. Хорошая плотная прокладка. Хорошая ткань. Хорошая прошивка. Вот эта мне очень не понравилась. Набор мешков. Кстати, здесь мешочки. 12 штук. Три размера. Для чего я их взяла? Вы знаете, я подумала. Мы складываем в мешки, в различные пакеты. Там что-то храним. Да ведь? А ведь можно все это красиво хранить в пакетиках. Допустим, какие-то вещи. Допустим, сезонные вещи. Те же самые, допустим, рукавички. Или там шапки, шарфики. Или еще что-то. Или куда-то вы поехали. Нужно с собой взять какую-то обувь. Какие-то вещи. Вы можете вот такой красивый декоративный пакетик взять. Соответственно, тут есть завязочки. Вот у нас детки входят в школу. В различные учреждения где-то занимаются. Вы можете сюда сложить какие-то вещички. Форму, обувь, еще что-то. Вот такие покупочки я делала в экспрессе. Я не знаю, насколько они будут полезны для вас. Но все-таки вы можете присмотреться и подумать. Возможно, что-то вам тоже пригодится. Но, если честно, фикс-прайс в последнее время не радует. Конечно же, хочется одной лишь вещь. Обратить внимание, что есть некоторые вещи в фикс-прайсе, которые уже постоянно покупаешь. И специально для этого туда идешь. Это, допустим, я покупаю для животных пеленки. Покупаю вот такие вот вкусняшечки, кстати. Тоже купила папайи сушеные. Там есть различные фрукты сушеные. Мне очень нравится. Есть вещи, которые, конечно, привлекают в экспрессе. Но новинок стало все меньше и меньше. И качество не очень радует. Будем всем благодарны, если вы нам напишите, что вы приобретали в экспрессе в последнее время. И что вас порадовало. Ну, а, соответственно, мы посмотрим, может быть, в других магазинах то же самое найдем. Возможно, нам тоже понравится. Ну, а всем, кому понравился сегодня обзорчик, поставьте пальчик вверх. Будем благодарны. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok